Пакет санкций. Власти США сегодня объявят о новых санкциях в отношении РФ. Рестрикции, ка... Рестрикции, кастрации, рестрикции коснутся российских финансовых организаций, государственных предприятий и должностных лиц, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Знаете, в чем разница рестрикции и кастрации? Ну, кастрация это когда ничего не остается уже, да? А рестрикция, когда что-то остается. В общем, понятно, да? Поэтому рестрикции лучше, чем кастрация. Уже после всех этих рестрикций, уже столько рестрикций, что это уже почти кастрация. Страны ЕС тоже продолжают давление на российскую экономику. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн анонсирует пятый пакет санкций против России. Видите, американцы они просто похищают потоком, а эти вот пакетами. Запрет на импорт угля из России на сумму 4 миллиарда полный запрет операции четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе ВТБ. Кораблям из России и Беларуси запретят использовать европейские порты. И запрет на импорт полупроводников машин транспортного оборудования на сумму 10 миллиардов. А как же наше оборудование для новых заводов? Все, кердык рабочих мест. Интересно. Запрет на работу российских и белорусских транспортных компаний. Я кердык и на их бабай. Шо это? Запрет на импорт икры, алкоголя, древесин. Да это по х***е китайцы все купят. Ни х***е себе настоялось. Знаете, как вот доброе вино, когда оно вот стоит-стоит, и потом оно только наливается соком. Вот пятый пакет санкций, он такой вот очень увесистый получился. Давайте на примере угля я поясню, что значит ограничение 4 миллиарда запрет на импорт. В двадцать первом году Россия поставила в Европу на 3,3 миллиарда евро. Получается полностью эмбарго на импорт угля. Что такое значит эмбарго? Это означает, что весь уголь, который шел, отправлялся по неким транспортным путям, вот он теперь туда не может идти, и надо искать другие пути, куда его вводить. Обычно там проблема с портами, с железными дорогами, с логистикой, и так быстро не переложить это. Поэтому, я думаю, Европа подбирает санкции наиболее чувствительные сейчас для экономики, которые реально приводят к эмбарго. Ну, на самом деле это блокада. Выехать нельзя, вывезти нельзя и так далее. Вроде можно, но нельзя, знаешь. Вот вроде все можно, но нельзя. Если кто-то думает, что мы вот сейчас на дно опустимся, оттолкнемся от дна и, значит, подскочим и выплывем, до хрен это с два. Дна нет, можно бесконечно опускаться. Марианская впадина есть такая в океане, там 8 тысяч метров, это катастрофа. Вы знаете, каждые 10 метров водяной толще, да, это одна атмосфера. 100 метров это 10 атмосфер. Представляете, какое давление. Дальше можете умножать. Километр. Умножаете, да? 100 атмосфер. 100 гребаных атмосфер тебя раздавливает, да? Мы еще, нам только пятый пакет санкций. Мы еще только на 5 атмосферных. Воздух есть в баллоне, пока крепимся, да и... Я все-таки надеюсь, что мы где-то закрепимся, так сказать, и наша плавучесть, так сказать, вот она нас закрепит где-то, и мы не будем дальше проваливаться. Не хочу дальше новости читать. Вот мне кажется, вот этих говно новостей уже достаточно. Чего-то вы напихали тут столько... Одни санкции. Даже читать мне плохо от этого. Канада ввела новые персональные санкции против России. В списке Потанин, Виксельберг, Шамалов и другие. В общем, тут огромный список и опять против глав крупнейших корпораций и владельцев этих компаний. Нидерланды конфискуют 14 российских ягод. Правда, 12 из них еще только строятся. Ох, нормально. Еще даже не выполнили свои контрактные обязательства, а уже конфисковали. Это просто полный, форменный... Вообще их компания.